МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Ивана Купала три главных символа. Это огонь, вода и травы. Боулинг – это маленькая жизнь, ведущая к победе приспособления Кубка России, проходившего в Тарнауле. А самая лучшая примочка в боунге – это голова. Спокойные нервы, здоровый, хороший адреналин. В эфире информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. Здравствуйте. Завершить подготовку к зиме, в том числе и ремонт кровель, необходимо до 15 сентября. Потребовал сегодня на аппаратном совещании глава администрации Барнаула Игорь Савинцев. Он высказал ряд претензий к работам в железнодорожном районе, которые затягиваются по срокам. Как сообщил глава района Михаил Звягинцев, предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить почти 670 домов. Сюда входит ремонт инженерных систем, строительные работы. Управляющие компании предоставили планы на общую сумму 45 миллионов рублей, в том числе по ремонту цоколей и фасадов на 100 домах. Приемка и выдача актов готовности, по словам главы района, должна завершиться до 1 сентября. Правда, Михаил Звягинцев уточнил, что этот срок не касается ремонта семи кровель, запланированных в районе. Пока к этой работе не приступили. Мы почему до сегодняшнего дня не приступили. Сегодня у нас с вами 7 июля. У нас прошел май, у нас прошел июнь. Два месяца, когда можно работать на кровлях без всяких проблем. Вообще-то исключений не должно быть. Вы не забывайте, что у нас сентябрь, уже как показывает практика, это сплошные дожди. И вот такая успокоенность, уважаемые коллеги, вас как главы администрации, как будто это тоже не касается. Комитет, который профильный ведет все эти вопросы. Также городоначальник потребовал внимательнее отнестись к восстановлению благоустройства после ремонта сетей, к нарушителям применять меры воздействия. Кроме того, в районе, готовя технику к зиме, заготовили 7 тонн песчано-соляной смеси. Кстати, текущие крыши – одна из самых распространенных жалоб, с которой горожане обращаются и к властям, и к средствам массовой информации. Сегодня Илья Кочетков побывал на крыше одного из домов центрального района и узнал, в чем секрет качественного и надежного ее ремонта. Это тот самый Баваринский дом, в котором жил знаменитый городоначальник. Дом известный и в то же время обычный, и проблемы у него те же, что и у большинства барнаульских многоэтажек. Одна из них – кровля. Ведь с нашим климатом после каждой зимы то там, то здесь обнаруживаются протекания. Здесь ремонт начали делать в июне, а в целом в центральном районе работы начались уже в апреле. Если наблюдали зимой протекание или в осенний-весенний период, то составляется план работы. И делаем по необходимости, и в принципе делаем это даже в отсутствие денег у собственника, потому что деваться некуда. Течи кровли, они же разрушают и стены, и перекрытия. Помогла погода. Благодаря ей ремонт кровли вместо трех недель могут завершить даже раньше. Бригадир говорит, от привычного рубероида отошли, дескать, это прошлый век. Вместо него теперь используют наплавляемую кровлю. Эта технология позволяет делать ремонт быстро и более качественно. Такое покрытие прослужит долго, если работать, конечно, по технологии и основательно. В проблемных местах там ложим с двойным перехлёстом, то есть лист на лист. Получается первый слой, толщина, вместе перехлёста, вместе проблемы, в районе 7-8 мм. После того, как ложится второй слой, получается ориентировочно 14-16 мм, то есть больше сантиметра. Стоимость такого ремонта от 300 до 450 рублей за квадратный метр, в зависимости от сложности рельефа крыши. 450 квадратных метров ремонт участка, покрывающего полтора подъезда, стоит немало – 183 тысячи рублей. Но все деньги пошли из накопленных средств, специально жители ничего не доплачивали. Главный, впрочем, секрет качественного ремонта, по словам самих жителей, это их же собственный контроль за всеми этапами работы. Бригады по ремонту крыши нанимать качественных. Не просто вот кто-то пришёл и начал делать. Если квалифицированная бригада, плюс контроль за их работой и принимать. Если всё это будет, крыша не потечёт. Насколько качественно провели именно этот ремонт, покажет уже ближайшая зима. Но, по словам представителей управляющей компании, качественно проведённый ремонт позволяет крыше оставаться целым почти 30 лет, за исключением мелких неполадок. Ну, это, если всё делать по совести. Илья Кчетков, Николай Шилко, информационный канал «Город». Уровень воды в Аби в районе Барнаула почти на метр ниже критического. Жизнь в посёлках Ильича и Затон понемногу возвращается в привычное русло. Главные вопросы для жителей сейчас – как восстановить повреждённое имущество, а также полагается ли государственная помощь. В этом смысле нетипичных и сложных ситуаций пока много. Об одной из них расскажет Алексей Янкин. Ещё долго главной темой разговоров на улице Лермонтова будет поводок. Наводнения вспоминают, как страшный сон. Не только хозяева частных домов, но и двухэтажек. Высокий цоколь не помешал большой воде добраться до квартир. Меня попасть нельзя было. Я вот так в костюме бродил, на водке в подвес. И то я вот так нагинался. В водке даже. Всё. Электроэнергии нет. Продукты все, холодильники испортились. Значит, в туалет сходить некуда. Хоть куда. Сегодня в Затоне большая сушка. Под открытым небом мебель и другой нехитрый скарб. Оставить нельзя, выкинуть. Местные жители ещё не решили, где поставить запятую в этом предложении. Всё имущество на улице сушат в основном жильцы первых этажей. Их соседи сверху в более выгодном положении. Но тоже подсчитывают убытки. Погреба завалились. Вот у неё лично, например, у меня тоже самый погреб завалился. Заготовили материал, что надо что-то построить. Сарай лежал. Всё теперь вымокло. Всё пропало. У кого что пропало, полагается ли компенсация. Здесь теперь только и разговоров, что об этом. Нетипичная ситуация у жильцов вторых этажей. С одной стороны, как и все находились в зоне паводка и пострадали, значит, полагается федеральная компенсация. 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. С другой стороны, ущерб вроде бы непрямой. Несравнимый с тем, что понесли соседи снизу. Можно ли претендовать ещё и на помощь из краевой казны? Вопрос для многих открытый. За ответом мы обратились в администрацию района. Из краевого бюджета выплата осуществляется на подтопленное домовладение. В первую очередь подойдёт индивидуальный жилой дом и квартира первого этажа. То есть, собственно, чьё имущество в первую очередь пострадало. Деньги выделялись на неотложные нужды. Жители второго этажа не включены в списки на получение единовременной помощи, на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей на домовладение из краевого бюджета. Выплата компенсаций в Затоне уже производится. Жильцы вторых этажей ждут, когда придёт их очередь на получение денег. Сами они считают себя пострадавшими в полном смысле этого слова. Алексей Янкин, Николай Шелко, информационный канал «Город». Самыми актуальными вопросами и в посёлке Ильича по-прежнему остаются вопросы, связанные с денежными компенсациями пострадавшим. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения, поступающие в администрацию по телефону и во время личных приёмов специалистов. Чтобы ещё раз объяснить все нюансы по выплате компенсации, а также помочь решить другие проблемы жителей, завтра в 17.00 в посёлке Ильича состоится встреча с главой администрации района, его заместителями, специалистами правового отдела и управления коммунального хозяйства. Встреча состоится по адресу Заозёрное, 119 на детской площадке. Напоминаю, 8 июля в 17.00. 1 июля в Алтайском крае, как и по всей стране, выросли цены на коммунальные услуги. В нашем регионе параллельно Общественный совет решал ещё один важный вопрос, который также касается ЖКХ – новые нормы потребления воды. Обо всех изменениях в этой сфере расскажет Маргарита Белова. Начнём с тарифов. Как сообщил начальник регионального управления по регулированию цен и тарифов Сергей Ротт, тепловая энергия с июля выросла на 4,4%, на водоснабжении и водоотведении на 4,8%. Тариф на электроэнергию, напомним, он единый на всей территории края. Для тех, кто пользуется понижающим коэффициентом, это владельцы электроплит и сельское население, вырастет на 5,6%. Без учёта коэффициента на 4,2%. Для 11% населения Алтайского края, то есть не будет по количеству муниципальных образований, не суть важна, то есть 90% будет не более чем 3,9% рост квитанции, у 11% приблизительно будет порядка 5,2% рост квитанции. Газ тоже подорожал. Природный теперь стоит в среднем 5 рублей 3 копейки за кубический метр, сжиженный 25 рублей 6 копеек за килограмм. Специалисты напоминают, если при неизменных показателях потребления рост вашей квитанции составит более 5,9%, обращайтесь к своей управляющей компании за разъяснениями. Ведь согласно постановлению правительства во всех районах края, увеличение стоимости коммуналки не должно превысить эту величину. А вот со стоимостью потребления воды дело обстоит сложнее. Вопрос напрямую касается тех, у кого нет счётчиков. После долгих споров и сомнений, общественный совет при управлении по тарифам большинством голосов одобрил новые нормативы, которые должны были ввести ещё год назад, но решили заморозить. Специалисты говорят, время пришло уже давно, ведь разброс по краю гигантский, 670 совершенно разных нормативов. Территория края, согласно сетке, будет разделена на 7 округов, в каждом из которых, в зависимости от поставщика, оживительной влаги установлены свои нормы. Отметим, что новый проект водопотребления пока не реализовывают. Необходимо решение губернатора. Такого документа на сегодняшний день нет. Маргарита Белова, Александр Антропов, информационный канал «Город». Барнаульской школьнице, пострадавшей в ДТП, требуется помощь. Алиса Соловых, артистка танцевального коллектива «Сибиряночка», попала в тяжёлую аварию год назад. Девочки спасли жизнь, но после серии операций Алиса потеряла ногу. Она перенесла очень много операций и перевязок под общим наркозом. Конечно, всё это тяжело. Отходило от наркоза, и там, истому выводили ей. Конечно, у неё внутренние органы пострадали, печень разорвана была, там, селезёнка, в общем, очень пострадала. Она и черепно-мозговая травма была. Ну и в шрамах, конечно, вся там, и лицо, и ноги, плечи. Всё в шрамах. То есть, с такой красивой девочкой она сейчас, конечно, уже... Ну, всё равно для меня она самая красивая, самая лучшая. Сейчас Алиса передвигается на костылях, но из дома почти не выходит. Родители уверены, что вернуть девочку к полноценной жизни сможет бионический протез, полностью имитирующий движение ног. Его стоимость – 3 миллиона рублей. Семья уже собрала треть необходимой суммы. Мама Алисы, Ирина Геннадьевна, обращается с просьбой ко всем неравнодушным землякам, чтобы помочь собрать оставшуюся часть средств. Узнать о том, как перечислить деньги, вы можете у неё по телефону 8-923-644-0023. Продолжаем. А вы сегодня пришли на работу в сухой одежде. Если вас окатили водой, говорят это к счастью, ведь сегодня праздник День Ивана Купалы. Елена Кузовкина провела на эту тему очередное интервью. Смотрим. Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветёт папоротник. Не прозевай. Николай Васильевич Гоголь. Вечер накануне Ивана Купала. О традициях этого праздника сегодня мы поговорим с педагогом Центра эстетического воспитания Песнохорки Александром Михайловичем Гойда. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван Купала. Один из тех праздников, который дошёл и до наших дней. Но какие традиции мы знаем? Пожалуй, одна. Устоявшаяся в этот день нужно обливаться водой. Но традиций же было очень много. Расскажите о некоторых. Ну, не только обязательно водой. Хотя на Ивана Купала три главных символа. Это огонь, вода и травы. Самый главный символ, конечно, это огонь. Мы были очищением, через костёр прыгали, устраивали кострище на берегу озёр, рек. То есть люди верили, что прыгая через костёр мы очищаемся от нечистой силы. А что была такая необходимость? Да, но раньше больниц не было. Потому что люди старались как-то очищаться от всех злых нечистых сил. И потому что собирали травы, прыгали через костры, омывались водой. А вода в этот день, она какая-то особенная? Ну, считается, что она как магическая такая. Она очищает. В этот день можно смыть грехи, все, которые накопились за год. Ещё желательно рано утром выходить на природу и травой умываться. Очень целебная такая вещь. Вот раньше для того, чтобы хорошо умыться, можно было взять скатерть. И с этой скатертью ходили по траве, собирали, выжимали там куда-то ведро и омывались. Да, рассол, собирали рассол. Ну, всё это с играми, с обрядами, с песнями, всё это с хороводами, всё это проводилось. Было очень интересно. Есть ли ещё сёла, в которых бережно хранят вот все эти обряды? Праздник сам по себе утрачивает свою значимость. Хотя этот праздник, он самый такой значимый в календарном цикле, потому что это возрождение и рассвет природы. Этот праздник, он символизирует солнцесостояние. Вот после этого дня, вообще-то 21 июня праздновалось Иван Купалу, вот после этого дня солнце уходит на убыль. А правда ли, что только в эту ночь цветёт папоротник? Вы проверяли? Это сказки, конечно, легенды. Я не думаю, что папоротник цветёт когда-то. Хотя по легенде, то найдёт цветущий папоротник, то найдёт клад. А как вы считаете, удастся ли сохранить вот этот праздник для современного поколения? Этот праздник надо сохранить обязательно. Коль проводим Масленицу, то этот праздник точно нужно обязательно сохранить и надо его праздновать. И праздновать его нужно общими усилиями. Выходить, компаниями, устраивать какие-то городские, там региональные праздники такие вот. Ну что ж, по старой доброй традиции разрешите вас поздравить с праздником. Поздравляйте. С Иван Купалой. А я напоминаю, что сегодня мой собеседник, педагог Центра эстетического воспитания детей песнохорки Александр Гойда. Барнаульцы отметили День Ивана Купалы традиционными обливаниями. Мокрые воины развернулись в самом центре города у нулевого километра. Впрочем, не всем праздник показался весёлым. Как не переступить грань между детской забавой и мелким хулиганством, выясняла Маруся Загорска. Нешуточные боевые действия развернулись в центре Барнаула. Молодые люди с водяными пистолетами, бутылками и даже ведрами оккупировали фонтан у нулевого километра. Десятки школьников и студентов пришли сюда принять участие в мокром флешмобе, посвящённом Дню Ивана Купалы. Праздник такой весёлый. Я считаю, что зачем сидеть дома, когда можно прийти и отдохнуть. Почему безоружные? Ну, я с оружием. В отличие от настоящего вооружённого конфликта, в водном бою нападать на безоружных разрешается. И пока война идёт между участниками флешмоба, такие нападения кажутся забавными. Как только жертвами становятся случайные прохожие, радость сменяется недовольством. Ушёл в магазин за продуктами, очень спешил, потому что надо было уезжать из города. Ну и оказался весь мокрый. Как решили эту проблему? Никак, пришлось отложить поездку. Я иду весь в своих думках, у меня плеер, у меня телефон, это всё меня болеет, это очень неприятно. Это вообще комбинезон из баллони, он непромокаемый, это вообще костюмы сериала во все тяжкие. Я его одел сегодня специально, чтобы меня никто не смог облить. С точки зрения закона, водная перестрелка – нарушение общественного порядка. И если появятся пострадавшие, то есть недовольные, например, испорченным телефоном или намокшими документами, детская шалость превратится в правонарушение. Для многих горожан стало традиционным обливание на день Ивана Купала, но не стоит забывать, что за такое правонарушение можно и привлечь к административной ответственности. Это будет расцениваться как мелкое хулиганство, и за это может грозить административный штраф. Самый минимум – это от 500 до 1000 рублей. Чтобы из шутника не превратиться в хулигана, прежде чем окатить незнакомца, спросите, можно ли его облить. Душ не хочешь принять? Ну нет, так нет. Маруся Загорская, Александр Антропов, информационный канал «Город». О том, как отпраздновать День семьи, любви и верности в нашей рубрике «Хроники» Лариса Куренкова познакомит и с другими мероприятиями начавшейся недели. Всю неделю парк «Барнаульская крепость» предлагает горожанам серию вечеров «Музыка над городом». Со вторника по четверг с 19 до 20 часов для гостей будет звучать музыка разных жанров и направлений. Живая, электронная, современная, классическая, джазовая, этническая. В Барнауле продолжается ретроспектива шукшинских кинофестивалей, показ фильмов участников и победителей за последние 14 лет. На этой неделе покажут такие ленты, как «Банкрот», «Суходол», «Мастера Маргарита» и другие. В парке «Солнечный ветер» продолжаются мастер-классы творческой полянки «Страна чудес». На этой неделе желающих научат мастерить цветы радости. На следующий день здесь же в «Солнечном ветре» солнечный джаз. В программе, которая радует барнаульцев каждую пятницу лета, выступления лучших джазовых коллективов города. Очередная встреча-семинар пройдет в женском клубе. Ее проведет директор школы женственности и семейных отношений Ирина Шульман. Психолог расскажет, что такое сексуальность и что порой мешает женщине ее раскрыть. Вход на мероприятие свободный, обязательно предварительная запись. На этой неделе объявлено голосование за работы, присланные на конкурс «Я и моя собака». Победители фотоконкурса будут награждены сертификатами на профессиональную фотосессию со своим четвероногим питомцем. А с лучшими фотографиями выпустят магнитики для благотворительной ярмарки, которая пройдет 20 июля на док-шоу. И, пожалуй, самый трогательный праздник этой недели – День семьи, любви и верности. Как его отметить? Например, в железнодорожном районе по этому поводу проведут ромашковое лето. К участию приглашены семейные пары, но присоединиться могут все желающие. Для гостей запланирована танцевально-музыкальная программа. Лариса Куренкова, информационный канал «Город». Создают тень, защищают от дождя и ветра. Роскошно смотрятся на любом фасаде. Компания «Лучшие окна» предлагает жителям города и края богатый выбор «Маркиз». Так называется популярный во всем мире раздвижной навес. Простым нажатием кнопки «Маркиза» превращается в роскошный навес. От дождя и солнечного света укроет точно. А если на конструкцию поставить датчик солнца и ветра, то и о пульте можно забыть. Умная техника сложит или раскроет козырек сама, в зависимости от погоды. Маркизы роскошно выглядят на любом фасаде здания. Они украшают его, придают индивидуальность. Маркизы не требуют дополнительных несущих конструкций. Срок службы наших маркиз более 10 лет. Владельцы загородных домов в Барнауле уже попробовали новинку от компании «Лучшие окна». Раздвижные навесы пришлись по вкусу и владельцам уличных кафе. Ведь ткани, с которой они изготовлены, устойчива к ультрафиолету и не выгорает. Широкий выбор маркиз, жалюзи, пластиковых окон и натяжных потолков вы найдете в офисе компании «Лучшие окна» по адресу Проспект Социалистический, 105. Новости спорта. Легкоатлет Борис Рогов выиграл первенство России на дистанции 200 метров с личным рекордом 21,72 секунды. Рогов мог и на 100 метрах быть первым в стране, но на финише споткнулся и упал. Другие новости спорта в обзоре Юрия Борлиса. Тэквандист Альберт Гаун стал вторым на этапе серии Гран-при в Китае. Барнаулиц уступил в финале категории до 80 килограммов. Сначала, конечно, победил турка, за ним корейца, аргентинца. А в решающем поединке Альберт Гаун не смог одолеть Арона Кука с неведомого острова Мэн. Это не что иное, как их флаг. Теперь понятно, почему наш проиграл. У соперника было три ноги, предположительно. А в тэквондо это ощутимое преимущество. Закончен Кубок России по боулингу, проходивший в Барнауле несколько дней. Превосходно выступила алтайская сборная. Евгений Пономарев – сильнейший среди мужчин. Марина Кравченко – вторая в женском зачете, а также с Кристиной Ушаковой в парной игре. Женская команда из пяти человек – первая в стране получается. Боулинг для них всех удовольствие, растяжка мышц и способ расхода адреналина. В памяти занятий баскетболом Анна сделала себе шар в виде оранжевого мяча. Что возит с собой? Бывают в виде футбольного и даже прозрачного с мозгом внутри. Кто на что гораст. Причем он считается добивочным, то есть вторым. Первый шар всегда тяжелый, чтобы наверняка разбить. Мужчины играют номером 15, самым тяжелым – женщины 14. Рекорд партии 300 набранных очков. И каждый уважающий себя спортсмен несколько раз в жизни добирался до заветной цифры. За блок из шести игр, мы играем шесть игр в обычной квалификации, в среднем женщины перетаскивают порядка тонны 200 килограммов. Вот если брать без шарика и бросок, собственно говоря. А мужчины, они перетаскивают больше полутора тонн. О завершении карьеры в боулинге не принято размышлять. Они ведь и так пришли сюда сравнительно недавно из других видов спорта, где действительно пришлось закончить по объективным причинам. Так что шарами увлекаются до предельного возраста, хотя и приходится носить наколенники и специальные игровые лангеты для бросающей руки. В России достаточно большое сейчас ветеранское движение. Вот они вот только-только вернулись с чемпионата Европы, из Хельсинки. Люди играют до очень такого зрелого возраста. Одна из участниц Хельсинки 98 лет была. Поэтому, если интересно, что заканчивать. Футбольная «Динамо Барнаула» узнала календарь игр в зоне «Восток» второй лиги чемпионата страны. Во вторник вечером об этом поговорим подробнее. Известно, что нападающий Александр Яркин ушел в «Металлург». В родном «Динамо» не подошли условия. Юрий Борлис, Николай Шилко, информационный канал «Город». Финал чемпионата мира по футболу все ближе, и игры все интереснее. Германия, Голландия, Бразилия и Аргентина. Вот полный список команд претендентов на титул. Кто же все-таки больше достоин поднять у себя над головой Кубок чемпионов мира? С этим вопросом мы сегодня вышли на улицу. За Германию. Почему? Ну, я считаю, что команда более сыграна по сравнению с другими командами и более стабильная. Действительно, у меня такое же мнение, что Германия-Бразилия будет. Хотелось бы, чтобы Бразилия победила. Бразилия. А у них круглого атлета. Тренироваться лучше. Я вообще-то болею лучше, чтобы европейская команда победила. Да, братцы, я вообще там ничего не понимаю. В футбол вообще бегают мужики, бегают. Господь себе. Германия, наверное. Она, команда, все годы играет хорошо, ровно. Всегда в полупинале почти играет. Сейчас, наверное, ее такой шанс настал, чтобы победить. Потому что в Бразилии уже пять раз был чемпион мира. Ну, они всегда, конечно, но сейчас они в полупинале. Я думаю, немцы их все-таки выиграют. Каждый болеет за свою, одну из четырех. Я с женой болею за Голландию. Они не побеждали на чемпионатах мира. Мы очень хотим. И тем более их язык очень похож на норвежский. Мы его любим по определенным причинам. И очень болеем за Голландию. Она такая вся оранжевая. Конечно, не поэтому они классно играют. О погоде ночью от 14 до 16, днем от 27 до 29. Отличной вам рабочей недели и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова